Волонтеры-иностранцы попали под обстрел во время эвакуации людей из северной части Бахмута. Снаряд разорвался в нескольких метрах от них. Сейчас из Бахмута можно выехать по двум трассам. Одна ведет в Северск, вторая – в Часовьяр и Константиновку. Учитывая тяжелую ситуацию в регионе, проезд по ним крайне опасен. В Бахмуте, который продолжает штурмовать российские войска, остается около 5% мирного населения. В результате обстрела в российской армии каждый день гибнут местные жители. На связи со студией Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Сергей, хотели бы начать с оперативной обстановки на Восточном фронте. Что сейчас происходит в самых горячих точках? Одной из самых главных горячих точек остается Бахмут. И окрестности, населенные пункты, такие как Клещеевка, в районе Солидара, в районе Красной горы. Там за эти сутки произошло 197 обстрелов разными типами артиллерии, реактивными системами залпового огня. 42 боестолкновения. 277 оккупантов были убиты на этом участке фронта и 258 ранены. Также враг пытался проводить наступательные действия в районе населенных пунктов Новоселовская и Белогоровка в Луганской области. И, потеряв 46 убитыми, 90 людей ранеными, отошел, не смог добиться успеха. Сергей, вот есть информация о замене российских зэков Вагнера на десантников на бахмутском направлении. О чем это говорит? Закончились зэки у них или они наращивают усилия? Ну, там комплекс проблем, начиная с того, что у них очень большие потери. Они просто, как кто-то назвал мясной метод, кто-то из их же экспертов, они заваливают просто телами. У них и второе трение между их же руководством. Сейчас же опять поменялся командующий. Так называемая специальная военная операция стала начальником генерального штаба Герасимов. Автор всех боевых действий на территории Украины, стратегии этих боевых действий. И, соответственно, он не очень любит Пригожина и его шайку. Потому что он хоть и преступник, но он военный преступник. То есть он военное образование получал. И мы видим то, что на этом участке появляются мотострелковые, по их терминологии, мотострелковые подразделения. Они и до этого усилили свои действия артиллерии и авиации регулярной армии. И хотя они продвигали там тематику, что у них уже чуть ли не свои ВВС и артиллерия. Но на самом деле они не настолько сильны были, как они это продвигали в соцсетях и в пабликах. Есть информация, что российские военные смогли взять под огневой контроль две основные трассы снабжения украинских войск к Бахмуте. Это дороги, ведущие Славянской и Константиновке. Вот цель российских войск, это Константиновка сейчас? Нет, ну у них цель вообще глобальная, это захватить всю Донецкую область. Поэтому они на протяжении уже многих месяцев в этих всех направлениях, о которых мы говорили, и на Бахмутском, Авдеевском, частично на Лиманском, они пытаются найти слабое место, чтобы прорвать нашу оборону. И мы немного при этом добавляют информационной кампании к этим всем своим реальным военным действиям. Поэтому у нас есть все возможности доставлять боеприпасы, продукты, снаряжение в Бахмут. И то, что мы сейчас видим, что они нагнетают вокруг этого обстановку, это как раз следствие того, что они хотят посеять такую неуверенность в украинском обществе. А вот на подступах к Лиману, да, Генштаб сообщает, что оккупанты перешли к наступательным действиям на Лиманском направлении, на котором раньше ведь только оборонялись. Ну они, да, все равно там инициатива принадлежит украинским войскам, они перегидывают туда войска, они стараются вести огневую такую, ну очень мощную, скажем так, удары по нашим позициям, потому что они как раз опасались активных действий украинской стороны. И за эти сутки 299 ударов различных типов артиллерии, системы залпового огня в этом направлении, и пять боестолкновений. В принципе, да, они пытаются контрнаступательные действия там проводить, уже, в принципе, на притяжении какого-то времени. И они то в районе Стельмаховки пытались, то в Червонопоповке, в некоторых других населенных пунктах. И, как я говорил, в эти сутки они пытались в районе Белогоровки, уже традиционно, и Новоселовск. То есть мы можем констатировать, что фактически тактика у российских войск не изменилась? Глобально нет. У них, они пытаются сейчас усилить напор, они пытаются, они перекидывают на это направление войска, но благодаря мужеству, героизму, слаженности действий войск украинских вооруженных сил и других сил обороны, сказать, что у них получаются какие-то глобальные успехи, нельзя, потому что, если мы возьмем ретроспективу всех боевых действий на этом направлении, то уже многие месяцы, терпя огромные потери, враг не может достичь главного, он не может существенно прорвать нашу оборону и двигаться к своей заветной цели, хотя бы оккупировать украинский, Донецкую и Луганскую области. Ну а с чем связано уменьшение интенсивности обстрелов вот сейчас на Востоке? Ну, я бы не сказал, что не уменьшали. Тут можно сказать, если вот так вообще, наверное, за весь период, что они более сконцентрированы на тех территориях, где они сосредоточатывают главные усилия по прорыву нашей обороны, вот как мы говорили, это сейчас на Бахмутском направлении, на Лиманском направлении, то есть, ну, и там довольно интенсивные огонь, и просто, что у них нет уже такой возможности, как раньше, когда они по всей линии фронта 24 на 7 поливали нас огнем, потому что, во-первых, и боеприпасы у них неискончаемые, и надо везти их с более дальней территории и искать в других странах. Во-вторых, мы делаем все, чтобы их логистика была как можно труднее, и они уже более чем за 100 километров боятся размещать крупные склады со своим артиллерией, ну, имеется в виду артиллерийскими боеприпасами, и с, например, горючим, потому что они понимают, что это хорошая цель для наших высокоточных систем. Поэтому у них со временем, скорее всего, тоже будет проблема с боеприпасами, но сейчас у них есть возможность на определенных, к сожалению, вот этого советского еще военного запаса хватает, чтобы довольно интенсивно вести огонь на создание их главных ударов. Вот в Институте изучения войны предполагают, что Россия готовится к новому наступлению на Украину и продолжает покупать оружие и боеприпасы за счет увеличения внутреннего производства и партнерства с Ираном и уже с Северной Кореей. Какова, по-вашему, вероятность нового полномасштабного наступления войск России? Вот у Кремля горят сроки. Что они теперь хотят? Выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей? Ну, наверное, 24 февраля, да? Да, мы с вами говорили неоднократно, что это, наверное, их приоритет, чтобы какой-то минимум в этой войне показать. И, возможно, сейчас действительно снова новая дата начала войны. Они любят даты. Мы не играем в символизм, они это очень любят. Но я бы тут посмотрел еще с одной точки зрения. Вы правильно сказали, что они ищут партнеры в такой теологической диктатуре Ирана и в коммунистической диктатуре Северной Кореи, которая, наверное, не самые развитые страны. И мы ищем партнеров среди стран свободного мира, среди цивилизованных гуманистических стран, стран, которые несут какие-то ценности. Но к нашему счастью, потому что ценности не сами по себе есть оружие, потому что когда ты знаешь, что на правильной стороне история, тебе легче воевать. Но еще плюс к этому у этих же стран, плюс к хорошим ценностям, это производит хорошему обществу, хорошая экономика. Хорошая экономика производит хорошие товары, в том числе и в военной сфере. Поэтому они нам поставляют более высококачественное оружие, которое уже сыграло существенную роль, такие типы как Хаймарс, Гаубицы типа Цезарь или Панцергаубиц. И другие виды оружия, они существенно ломают планы врага. И я абсолютно уверен, что мобилизация плюс то, что могут они получить от этих тоталитарных режимов, россияне, абсолютно может быть нивелирована, если страны демократически продолжат, развитые страны продолжат поддержку Украины и дадут высокоточное качественное оружие, танки, авиацию, дальнюю артиллерию. Это может нивелировать абсолютно то, что накапливает Россия. И в этом ключ успех. Ну вот, говоря о танках, да, замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник, вот он считает, что в течение трех месяцев вооруженные силы Украины смогут получить до ста танков. До лета нам обещают танки Челленджер-2 поставить, но бытует мнение среди экспертов, и, наверное, небезосновательное, что россияне постараются атаковать до того, как западные станки станут в строй. Вот такой сценарий реален, как вы считаете? Ну, тут надо быть осторожным в оценках, потому что, вы помните, западные эксперты давали нам 2-3 дня, и после этого должно было бы рухнуться политическое руководство за низкой недели оккупированного Украина. Поэтому тут надо еще в этом уравнении взять то, что силу сопротивления украинцев, ихнюю волю к победе, ихнюю мотивировость не дать врагу продвинуться дальше. От Киева мы врага отбросили фактически старым советским оружием, которое было в вооружении. Ну, и только НЛО у нас были и другие противотанковые средства, которые нам успели партнеры дать. Поэтому тут не надо вот это сбрасывать со счетов. Другое дело, что чем быстрее придет западная помощь, чем быстрее она поступит в наши войска, тем больше удастся сохранить жизни наших граждан, тем скорее удастся закончить войну, когда будет повержен противник и мы выйдем на границы в признанные международные, международные наши признанные границы. Ну, сейчас кого может противопоставить украинским защитникам России? Ведь, ну, профессиональных военных-то у врага осталось не так много. Ну, бригады морской пехоты, десант, ДНРовцы, вагнеровцы, вообще сейчас такая солянка просто настоящая на Востоке. Да, я с вами абсолютно согласен. Это тоже, что я, наверное, хотел бы добавить к этому же уравнению о том, насколько у них получится удачно это наступление, потому что им в такие короткие сроки, да, нам оно затягивается, поставка техники, потому что есть обучение, есть там какие-то технические моменты, но и им собрать огромную армию из мобилизованных, которые, причем это не для оборонительной операции, мобилизованных для оборонительной операции легче, ну, легче использовать, потому что там минимум действий там в обороне, главное хорошо копаться, знать стрелковое оружие, знать там слаженность своим подразделениям, то наступательный бой, он намного сложнее, а наступательный бой против такого мотивирования противника, и который прошел закалку в боях, он еще труднее. Поэтому я думаю, что не так все оптимистично для них, другое дело, что еще раз повторюсь, что чем быстрее мы получим качественную технику, чем быстрее мы ее пустим в бой, тем больше мы и скорее закончим войну, тем больше мы сохраним жизни, и тем быстрее мы закончим вот эту эскалацию, которая никому не выгодна, не только в Украине, а в Европе. Как я сегодня сказал, с западными журналистами общались, я им сказал, вы инвестируете в будущую безопасность ваших будущих поколений только железо и снаряды, мы, к сожалению, инвестируем в будущее поколение кровь и жизнь наших лучших дочерей и сыновей. Возвращаясь к Пригожину, в Украинском институте будущего оценили мобилизационный потенциал Пригожинской ЧВК Вагнера, они оценивают его в 100 тысяч человек. Считается, что этого может хватить им еще на 8-9 месяцев такого мясного стиля ведения войны. Вы согласны с такой оценкой? Ну, мне надо посмотреть эту аналитику. Ну, конечно, если взять количество сидящих в России, да, там оно довольно огромное. Я думаю, что там аналитики серьезно поработали, и, скорее всего, с ними можно согласиться. Другое дело, что, опять же, все зависит от очень многих составляющих. Начиная с того, что мы с вами говорили, какого качества технику мы получим, и когда сможем свои резервы опустить в ход. Потому что мы с вами говорили, что сами по себе они не есть эффективные. Это экстенсивный путь ведения войны. Это просто... Они не могут понизить градус, потому что военно-политическое руководство поставило задачу любой ценой достигать каких-то хотя бы минимальных побед непосредственно на поле боя. Они не могут отступить, они в Цуцванге. И нет у них супернового оружия, которое могло бы существенно поломать игру ихнюю военную. И остается только одно. Это пускать людей, волна за волной, или мобилизированных, или бывших заключенных, чтобы стараться истощить и дойти слабое место в наше оборудование. Вот подтверждение ваших слов. Интересную информацию нашел. Пресс-служба Центра национального сопротивления сообщает, что компании-подрядчики из России отказываются отправлять работников на временно оккупированную территорию Луганской области для строительства фортификационных сооружений. Мол, армия российская не может обеспечить безопасность сотрудников. Да они-то и свою безопасность обеспечить не могут. Ну, конечно. Если мы смотрим потери, которые в районе батальона и больше в сутки идут во время войны в Украине, к какой безопасности можно найти. Тем более, постоянно наши высокоточные системы еженочно выходят на дежурство. И они это прекрасно знают. И сна у них или нет, или он очень тревожный. Потому что они знают, что прилетит или в командный пункт, или в скопление личного состава, или в какой-то склад, или в какую-то колонну. Потому что мы на своей земле, у нас хорошая разведка. И поэтому для них это очень, очень тревожно. А для гражданских людей, которые хотят просто там строить что-то, укрепление, не укрепление, понятно, за такой риск. И тем более, зная, какие у них социальные вот эти все права, насколько у них придерживаются. Это же не западные какие-то стандарты, когда там сумасшедшие страховки, большие выплаты для людей, которые работают в зоне боевых действий. Там, я думаю, все на минималках, как всегда, берут из депрессивных регионов. Но даже там уже понимают, что... И даже они не хотят ехать и бояться. Да. Скажите, вот поставки танков и другого вооружения вызывают у российских пропагандистов вот такие приступы истерии. Причем, если посмотреть на эти ток-шоу, там такие волны. То паника, да, то кричат, что да мы за две недели все разобьем. А вот какая реакция у российских военных? Они-то понимают, что их ждет? Да, они прекрасно понимают. Если вы захотите, вы найдете и статью перед войной, и сейчас участие в ток-шоу ихнего полковника запаса из генерального штаба России Ходоренко, я имя, к сожалению, не помню, который трезво, он нам враг, но он очень трезво смотрит на возможности наши и на возможности России. И он это все раскладывает очень профессионально. Так вот, они все очень прекрасно понимают. Потому что те же танки Challenger, Leopard 2, Abrams, они просто на голову выше всех российских танков. Плюс я не говорю, вы понимаете, плюс к самому к сборке танков, еще есть их необслуживание и научение с экипажа. Вот это все вместе. Они знают, что они видели, как армию Саддама разнесли Abrams в хлам просто, когда эти танки даже не успевали появиться. Их сносили. Они видели в других конфликтах, где было советское, ну, например, арабо-израильский конфликт, где было советское оружие, а с той стороны было американское, другое западное оружие. Они видели в других конфликтах, где они только стыкало советское оружие западное, в том числе танковое, в первую очередь. Они всегда были, я подчеркиваю, иногда, а всегда они терпели поражение. Поэтому такая реакция. Если бы они были настолько в себе уверены, поверьте, они бы и брови не дернули, они бы знали, что они победят, зачем им истерить. Но они знают прекрасность, что это использовано, в том числе использованы на протяжении десятилетий, что эти штанки разных модификаций, что советские, что американские, британские или немецкие, они же уже десятилетиями выпускаются и модернизируются. И вот всегда, когда они стыкались на поле бою, победа была за западными системами вооружения. И они это понимают, поэтому это вызывает такую реакцию. Ну, танки важны еще и люди, и личный состав. Вот разведка Британии сообщает, что российское руководство на данный момент продолжает полумеры относительно мобилизации, не отменяя прошлогодний указ о ней, но и не рискуя объявить о новой масштабной волне. Вот как вы считаете, все же будет новая волна мобилизации в России? Сколько людей они смогут призвать на этот раз? И важно же их не только призвать, но еще и подготовить. Ну, тут, исходя из оттока предыдущей мобилизации, я думаю, что мало что поменяется. Скорее всего, они в силу информационных угроз и социальных угроз может быть даже не будут оглашать. Ну, это трудно спрогнозировать, но она продолжается. У них же не закрыта при указе президента. это частичная мобилизация. Это такой гибридный метод, когда вроде бы она частичная, вроде бы она то есть, то нету. Но они берут все, кого могут и так. Они берут и на наших оккупированных территориях выгребли все, кого могли, убрав все предыдущие квоты, какие-то лицензии на непризывание людей. Они у себя в депрессивных регионах, в национальных республиках выгребают людей. У них нет другого выхода. Живая сила это единственное, что осталось, которым они могут сейчас бросать в бой и держать эту динамику, этот темперамент, этот темп, точнее, извините, темп войны, чтобы не показать, что мы ничего не добились и никакой стратегической цели ни единой мы не достигли. Сергей, спасибо вам большое за оперативную информацию. Сергей Череват, и спикер восточной группировки войск ВСУ был в нашем эфире.